Один из преимущественных моментов карантина, то, что можно по улицам города ехать без пробок, совершенно без задержек. Вот сейчас мы проезжаем в самый центр города Ижевска. Людей в раз 10, наверное, меньше, чем обычно здесь бывает. Всем привет, с вами снова Лев. В Удмуртии, Ижевске, солнечная, ну, достаточно приятная погода для прогулок. Видите, у нас водоемы уже потихонечку освобождаются от толщи льда. Все больше земли, чем снега. Покажу вам тут, как выглядит местность и это лишь какими-то наблюдениями за последние дни. В Удмуртии также продлили карантин до 30 апреля, но в несколько облегченном, наверное, формате, чем в каких-то, может быть, других регионах. То есть у нас все-таки более благополучная обстановка. Фу-фу-фу. Не надо нам никаких карантинов. Хотим просто жить своей жизнью, чтобы нас никто не трогал, ни в чем не ограничивал. В плане, тем более, выхода на улицу. Я с этим изначально был не согласен, кто мои видео смотрел, в курсе. Люди подмечают, что начали обработку производить в городах. Я сегодня даже в своем подъезде обнаружил таких людей, которые обрабатывают какое-то вещество, распыляют, дезинфекция своего рода. Кто-то уже даже в соцсетях выразился, что вот вам химтрейлы с доставкой на улицу вашу в подъезд. Ведь эта тема вот как раз с 5G и семи трассами, ведь она совершенно в СМИ не представлена. Ее двигают, как правило, независимые какие-то исследователи. Вот что касается тем, которые скрыты, которые не на виду. Есть несколько стран в мире, где вот это вот все с карантином в том виде, в котором мы с вами, живя в России, увидели. Они не стали все это так делать. Они изначально были готовы в этих государствах в плане медицины. У них такой оптимизации, как у нас, не проводилось, слава богу. Им повезло больше, чем нам. Ну и, в принципе, такой необходимости как бы они не увидели. Ну а про того же Лукашенко уже, наверное, все тоже наслушали, что просто Белоруссия продолжила жить, как жива. Все продолжили ходить на работу. Все как было. Ничего не останавливалось. Нет никаких негативных последствий внутри страны в плане экономики. Конечно, там нет таких, как вот у нас в России. То, что с малым бизнесом, да, то есть предприниматели терпят убытки. При этом их обязуют все равно выплачивать заработную плату. И государство никак практически не компенсирует, только лишь отсрочку дает по налогам там, по каким-то таким вещам. Хотя в других странах, если бизнес терпит убытки, им, в общем-то, выделяли средства для компенсации, насколько я знаю. Ну, в том же США, там, может быть, Евросоюз. У нас все не так, все не так. Все как-то вот не по-человечески. Ну, вот сколько, 30 лет уже Российская Федерация в том формате существует, который мы ее знаем. И даже вырос уже целое поколение, которое не видело другого правителя у нас больше, чем Сталин. Иосиф Сталин у нас президент присутствует. Сейчас, я не знаю, мне, наверное, к этому нечего добавить. Ну, видимо, это у нас очень талантливый человек. И действительно у нас нету, абсолютно нету из всех десятков миллионов, я не верю, что у нас 100 миллионов и более десятков миллионов, нету ни одного достойного и талантливого человека, который мог бы возглавить страну и вести народ за собой. Видимо, у нас нету таких людей, к сожалению. В Удмуртии у нас нету гор особо, это равнинная все-таки местность, холмы есть, речки есть, водопадов тоже нету, но только если какие-то плотины или еще что-то, можно такой вот объект запечатлеть. Не как в Абхазии, конечно. Тут надо еще поискать такие симпатичные места, необычные. Что хочу отметить из последних дней, как сказать. Ну вот вторая неделя заканчивается на исходе, когда введены эти все меры карантинные, но уже видно, что народ уже достал это просто. И сейчас вот я даже в магазины захожу и так далее. Я вижу, что маски, если и есть, то они, как правило, спущены для удобства. Люди ходят, как бы так, ну, снимают. Маски больше сдайте для того, чтобы не придрался никто. То есть проверяющие какие-то там и так далее. Поэтому, ну, уже, по-моему, большая часть населения, которые, в принципе, способны, да, увидеть ситуацию, увидеть, что делается, они, большая часть людей уже понимает, что это все, как бы, для чего это. Очередная просто манипуляция в масштабах всей планеты. Потому что, как вот я в первом видео говорил, все действия, которые в разных, в различных странах производились, они как под копирку. То есть центр один, заказчик один. Соответственно, те вещи, которые продвигаются, скажем так, под шумок вот этого коронавируса тоже уже, в принципе, были отслежены независимыми наблюдателями. Ну, это вот про установку камер, значит, с опознаванием лиц, да, которые после этой всей шумки, естественно, останутся. То есть, опять же, мы приближаемся, да, к тотальному контролю. И второй момент, что вот Билл Гейтс заявил, что ему нужна там какая-то цифровая подпись вакцин, ну, то есть, отметить людей, которые приняли вакцину, да, от коронавируса, отличить их от тех, кто не принял, тоже. Да, ну, все, вакцинации, да, как-то потихонечку двигают. Не знаю, получится у них или нет, надеюсь, что нет. Ну, и тоже попадались в новостях, там, на МэйУРУ, совершенно не авторитетный ресурс, с моей точки зрения, конечно. Ну, в новостях там было, что якобы, якобы, те, у кого стоит прививка БЦЖ, более устойчивы к коронавирусу оказались. Как это считали они? Какие подтверждения есть? То есть, вот просто, вот просто такой информационный. И ведь есть люди, ведь есть люди, которые в это поверят. Вот на этой ноте я видео завершаю. Всем рекомендую быть более осознанными, рассматривать альтернативные точки зрения, в особенности обращать внимание на те версии, которых нет в СМИ, по той простой причине, что наши цивилизации управляют таким образом, что если надо замылить какую-то тему, лапши на уши навешать, то будет огромное количество версий вам представлено в СМИ, но ни одна из них, она не будет выгодна вам, она будет выгодна вот манипулятору, а те, которые версии реальные, заслуживают внимания, они будут замалчиваться, или если уж они огласку получили, то они будут высмеиваться. И те источники, из которых эта будет информация браться, их будет просто пытаться дискредитировать. Вот в таком мире мы с вами живем, так что будьте осознанными, всегда имейте свое мнение, старайтесь изучить как можно больше информации по тому или иному вопросу и выработать свою позицию. А еще лучше, общайтесь с людьми больше. С вами был Лев из Гмуртии, всего доброго, пока-пока.